Анна Фрейд, дочь Зигмунда Фрейда и основательница такого подхода в психоанализе, такой школы, как эго-психология. Она пишет о том, что цель эго или нашего я, это одно и то же, эго-я, это регуляция конфликтов, возникающих между влечениями, исходящих из оно или из it, это одно и то же, и регуляция конфликтов между влечениями и требованиями внешнего мира. Первоначально ребенок рождается и появляется на свет, как пишет Анна Фрейд, с оно или с it. Это резервуар влечений или потребностей. В каких-то переводах можно встретить до сих пор упоминание, что это инстинкты. Кто как пишет, да? И ребенок появляется на свет с оно или с it, с влечениями, с потребностями, и пока что еще с только формирующимся, находящимся в процессе становления «я». Первоначально, поскольку инстанция «я» психического аппарата у ребенка не развита, он использует вспомогательное «я». «Я» мамы, «я» первичного объекта, опирается на ее «я». И мама для ребенка является глазами социума. Она предъявляет различные требования, она транслирует различные социальные нормы. И получается, что развивающийся эго ребенка находится как между молотом и наковальней. Оно зажато между двумя типами тревог. Между объектной тревогой, те послания, те требования, которые исходят от объекта, от мамы. И между инстинктивной или влеченческой тревогой, между собственными потребностями. Вот эго получается зажато между двумя тревогами. И решать этот конфликт эго ребенка будет следующим образом. Эго ребенка будет смотреть, какая из сторон объектное или собственное влечение, какая из сторон сильнее и будет объединяться именно с сильнейшей стороной. Так вот, если же мама сильнее, в этом случае мама, ее требования, мама демонстрирует весьма последовательные требования. Она, точнее не так, давайте сначала скажу другой вариант. Если же требования мамы непоследовательны, если же она легко заряжается аффектом, исходящим от ребенка, если же она плачет, паникует, пугается, теряется и не знает, что делать, она демонстрирует свою слабость. Ребенку она демонстрирует, что она слабее того, что есть у ребенка, слабее его влечений. В этом случае эго ребенка будет объединяться не с мамой, она слабее, а с собственными влечениями. И тогда, как пишет Анна Фрейд, это те дети, которые непослушные, капризные, импульсивные, непредсказуемы. Они ведут себя достаточно эгоистично, все только в угоду собственных потребностей и не заботятся и не думают о потребностях других людей. К примеру, вот такой сценарий. И то, с чего я начала. Если же мама, наоборот, демонстрирует уверенную, постоянную и стабильную позицию, занимает, если же ее требования последовательны, если же мама уверена в себе, она демонстрирует ребенку, что ее эго сильнее. И эго ребенка будет объединяться не с собственными влечениями или потребностями, а с эго матери. И, конечно же, неизбежно ребенок не может просто на 100% сливаться с материнскими требованиями. Рано или поздно он будет совершать какой-то поступок, который осуждается мамой. Делать что-то, что идет в разрез с ее требованиями. В первом случае он будет регулятором, останавливающим его поведение, будет страх наказания. Он просто что-то не делает, потому что просто боится от социума наказания. Во втором случае, если же он объединился с эго матери, он будет испытывать стыд и вину после совершения осуждаемого мамой поступка. И происходит образование сверх-я или супер-эго. Неизбежно материнские требования интериоризируются в нашу собственную структуру, в структуру ребенка. И тогда ребенок уже предъявляет сам к себе те требования, которые раньше исходили от мамы. Требования мамы становятся его собственными моральными категориями, этическими категориями, категориями нравственности. Еще Анна Фрейд знаменита тем, что помимо она рассматривает концепцию защитных механизмов, она достаточно популярна на ютубе, про это я сегодня не буду говорить. У Анны Фрейд есть периодизация детского развития. Анна Фрейд рассматривает первый год жизни, который делит на три следующих этапа. Первая стадия – это безобъектная стадия. Почему так? Потому что ребенок в течение первых двух месяцев не считывает маму как отдельную от себя фигуру, не видит маму, у него нет представления о том, что мама отлично от него. Он с мамой, ребенок и мама – это единство. Они демонстрируют некую единое целое, общую матрицу. И, как пишет Анна Фрейд и многие психоаналитики в том числе, от мамы требуется больше инвестиций в телесный уход. Кормление, конечно же, это телесный процесс. Мама должна любовью насыщать тело ребенка. Она таким образом напитывает любовью ребенка. И это закладывает основу для того, чтобы этот человек затем во взрослой жизни себя мог любить. И ему было, что дарить любовь другим людям. Вторая фаза по Анне Фрейд – это до 7-8 месяцев. Здесь ребенок уже начинает видеть разницу между собой и мамой. Понимать, что мама все-таки не его продолжение и не общая матрица, а все-таки отдельный объект. Видит разницу между внешним миром и внутренним миром. Но у него специфичный выбор объекта. Выбор объекта является, как пишет Анна Фрейд, на вот этой второй фазе, ид-ориентированным или оно-ориентированным. Что это значит? Ребенку важна та фигура, которая просто удовлетворяет его потребности, его влечения. Вот так вот. Если же он обнаруживает, что объект не удовлетворяет, он при том, что терпит фрустрацию и разочарование, с легкостью от объекта отворачивается и будет искать тот объект, который удовлетворит потребности ребенка. Вот так вот. После 7-8 месяцев, как пишет Анна Фрейд, происходит радикальное обновление отношений. Уже ребенок абсолютно иначе будет себя вести. Если же есть заботящийся о нем объект, и этот объект не удовлетворяет, то ребенок уже не будет с легкостью от этого объекта отворачиваться и искать ему замену того, кто все-таки удовлетворит. Ему важно добиться удовлетворения именно от этого объекта. Мама становится значимой репрезентативной фигурой. Уже важно, из чьих рук, не просто лишь бы получить молоко, а уже важно, из чьих рук ты получишь молоко и некую пищу. Вот так вот, да? Интересно. И теперь уже выбор объекта на третьей фазе является эго-ориентированным. Как пишет автор, это истинные и настоящие объектные отношения, когда уже объект, другой человек, важен сам по себе, а на него ребенок не смотрит сквозь некую призму. Призму удовлетворяет он потребности или нет? Спасибо.